Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале VideoShopper. Это Honor 200 Lite и я расскажу плюсы, минусы, особенности этого телефона. Приставка Lite, ну, это очевидно, это облегченная, значит, версия и относительно недорогой. Чем же он нас порадует или разочарует? Давайте посмотрим на него более внимательно. Кстати, не забывайте подписываться и на YouTube-канал VideoShopper. Все ссылки под видео также на наши социальные сети. Поставьте видео на паузу, подпишитесь и мы продолжаем. Первое, что хочется сказать про этот телефон, то, что он очень легкий. 168 грамм при диагонали 6,7 дюймов. Это очень хорошо. Спросите, почему так произошло. На самом деле, чуть-чуть врезана батарейка, но не сильно, а не чуть позже. 168 грамм, большая диагональ экрана и это на самом деле здорово, потому что телефон ощущается в руке, как огромный экран с тоненькими рамочками. Они действительно небольшие, ощущение, что держишь в руках просто огромный экран. Единственное, портит немножко впечатление верхний вырез, полуостров такой под фронтальную камеру и датчик, но все равно в целом ощущения остаются неплохие. Понятно, что для своей цены тут чудес не будет. Спинка пластиковая, бывает в разных расцветках. У меня на тесте достаточно интересная, переливается такой вот типа 3D дизайна. Но рама пластиковая и под ней металлическое основание, но ощущение от телефона на самом деле нормальное. Из рук он не выскальзывает, это важно, потому что в комплекте нет бампера. Зато есть зарядное устройство на 35 ватт и естественно кабель USB Type-C. По внешнему виду еще закончу. То, что сверху есть дополнительный микрофон, но было бы странно, если бы его здесь не было в эти деньги. Все-таки это не бюджетник, это ближе к бюджетному. Между бюджетником и середнячком. И только один динамик. Здесь нет стерео, динамик только один снизу. Имейте это в виду, если для вас это важно. По экрану. На самом деле экран очень хороший для своей цены. Во-первых, у него высокая яркость, пики 2000 нет. Это очень много. Сочный, яркий AMOLED дисплей. Единственное, 90 Гц частота обновления. Это конечно немного, потому что мы часто видим даже в более доступных по цене там 120 Гц. Здесь только 90. Но я из этого проблемы делать не буду, потому что экран сам по себе хороший. Можно с этим жить. Более-менее он, кстати, открывает и приложение, перелистывает. Но чувствуется 90 Гц. Но все-таки плюсов больше. Ключевое. Хороший экран, достаточно сочный, достаточно яркий, с высоким разрешением Full HD+. Что касается камер, тут есть и за что поругать, и есть за что похвалить. Ну, первое, конечно же, стоит похвалить за то, что 108 Мп камера основная. На основную именно камеру получаются нормальные фотографии. Можно даже использовать двух- или трехкратный зум, но будет все-таки несколько смазанные они. Это все-таки не флагман и даже не середнячок. Он где-то ближе все-таки плюс-минус между середнячком и бюджетником, на мой взгляд. Минусы какие? Широкоугольная камера, она даже дневные фотографии делает несколько хуже. Это очень часто бывает не во флагманских устройствах, когда основная камера фотографирует хорошо, а широкоугольная уже спотыкается. По качеству видео, можно сказать, почти то же самое. Единственное, с поправкой, что максимум, во-первых, только Full HD. Максимально и с основной, и с фронтальной камерой, кстати. И также есть широкоугольная камера. Если основная тоже, как говорится, не блистает качеством телефон, то широкоугольная еще похуже даже выдает качество видео. Как видеофон, назвать его я не могу. В целом, по камерам, ну для своей цены нормально. Не буду повторять плюсы и минусы. Просто, если нужно что-то иногда сфотографировать, подойдет более чем за свои деньги. По процессору тут также чудес каких-то нет. В своем ценовом диапазоне здесь, я считаю, хороший процессор. Это Mediatek Diamond City 6080 по 6-нанометровому техпроцессору создан. Можно поиграть в игрушки при желании, запустить гонки, запустить тот же PUBG Mobile, что-то еще. Конечно, чуда не будет, для чего тогда более дорогие телефоны с более мощными процессорами. Но вполне сгодится как игровой телефон без каких-то, знаете, там, изысков. Погонять можно, тормозить явно не будет. При этом, троттлинг-тест мы всегда запускаем, и на этом телефоне он проходит просто идеально. И опять же, чуда тут не происходит, потому что в основном, как раз на середнячках, троттлинг проходит идеально, без падения FPS. Поиграть при желании на этом телефоне можно. Опять же, вспоминаем, здесь достаточно хороший экран. Единственное, мне на нем не очень нравится наклеенная заводская пленка, потому что она собирает отпечатки и не столь хорошее олеофобное покрытие. Но на самом деле, можно с ней походить, пока не изорвется. А если играть не будете, вы этого вообще не почувствуете. Это только в играх, возможно, вы, так же, как я, немножко будете придираться. Но тут можно ее просто снять и заказать новую, проблем с этим не будет. Либо ходить без нее. Что у нас остается? Остается у нас батарейка. Помните, я вначале говорил, она немножко урезана, но не сильно. Грубо говоря, на 10%. 10% долой, благодаря этому добились невысокого веса, 168 грамм. 4500 мАч, и для этой зарядки ее даже можно назвать быстрой, 35-ваттная. Самое приятное, что она уже в комплекте, докупать ничего не нужно. Единственное, в комплекте, как мы привыкли, у китайских производителей здесь нет бампера или чехла. То есть только зарядное устройство 35-ватт и кабель USB Type-C. При желании бампер можете докупить, но на самом деле он не сильно скользкий, можете пользоваться и так. Это дело уже вашего вкуса. Но я бы, конечно, прикупил. Все-таки дополнительную защиту он дает в случае падения телефона. Подводим итоги. Основная, самая, конечно, сильная сторона этого телефона – это хороший, сочный и яркий, с пиковой яркостью, аж 2000 нит дисплей 6,7 дюймов. Также он выглядит неплохо. И с лицевой стороны, если не придираться к этому островку вытянутому. И с обратной стороны он выглядит достаточно интересно. Более-менее фотографии, как видеофон слабенький, но фотографии с основной камеры нормальные. Нормальное железо, в целом нормальная батарейка. Своего покупателя этот телефон, я думаю, найдет. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, подписываться на Rootube-канал и на социальные сети. Ссылка будет под видео. Счастливо, друзья! С уважением, Давид и команда VideoShopper. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok